О-о-о! Милые смотрят! Первое лепо, тогда это сразу не то же самое. Если совсем не так, что надо обязательно стараться здесь в ее обработке. По каждому задерживаете вниз ниточки, чуть-чуть постоим, дадим раскладываться. Вот это вот связь под коленку, с прочим, чтобы вы готовите, она поючая. Конечно, без этого не так. Постарайтесь раскладывать максимально шею. И задержаться в этом положении. Коленки не сгибают. Пальчики стоят на полу. Пробуйте больше ладошки коснуться, если пальчики не уже раскладываются. Если не раскладываются, то тянитесь максимально пальчиками к обуви. Шею раскладываются. Вот голову раскладываются. Вы думаете, вы ее раскладывались в половинке формального движения? Голова должна прям болтаться. Еще одна проблема. Никто не умеет оставлять шею подделение за головой. Нужно, вы часто это делаете. Если еще не того, то я все-таки, но что-то уже стоило. А можно так лучше сделать? Да, давайте. У вас основные цикотеты, да? Да, действительно. Вдохните. Все, кто совсем не может достаться, значит, там такая суббитушка маленькая есть. Мы заработаем с растяжением мышц, сзади и поверхности вверх. Теперь давайте плавно вырастим на веру. Помним, как мы растаем. По-красивому, по-хитрому мы с вами прорабатываем мышцы разгибателя спины. Тогда плавно начинаем, шею расслаблено. Когда плавно начинаем разгибать начало, если мы начнем на телку с самого щитового, на поясничку столового, затем мы раскрываем с вами лопатки и последнюю мы упрекляемся на шею. Сделаем. Поставляем мышцу в сторону. Чуть-чуть шею еще разобьем на спину. В каждой камешке будем поворачиваться. И каждый раз, когда мы будем вставать, мы будем делать это красиво. Посмотрите на шею. Вот вы чаще всего стоите вот так. Я говорю, расслабьте шею. И вы думаете, что она у вас расслаблена. Нет, она в движении. Рассслабленная, как вы вот так. Прям полностью болтает с головами и не туда. Так вот, встаем на ряду. Посмотрите еще раз так. Сначала поясните. Оп. Поясните, у меня уже так вот. Теперь. Я вот примера, грудное дело. Я снимаю плечевые суставы с лопаткой. И последний план. Знаешь? Для чего мы делаем это не? У нас там ручейного отдела. До прям нашего креста. Почти что. До нашего хвостика, да? И идут мышцы разгибательские стены. Тонкие, тоненькие. Три пары. Они идут прям вдоль пухоножника. Это самые первые его опоры. Да? Самые основные. Их пунктик как раз в корпус. Раскручивается. Вот эти мышцы, которые взойдем. Вот эти мышцы, которые взойдем. Вот эти мышцы, которые взойдем. Все, как раз. Да, мы с вами сделаем. Подойдем. Идем. Идем. Так вот. Возвращаемся к нашей, да? Раскручиваем в заднем. Да? Мы вспоминаем. Не поворачиваем так. Поворачиваем корпус. Опускаемся к лапу одной ноге. Если у меня надо право, то левый ходит. Я обнимаю себя за голень. И стараюсь силой скрутить корпус. Жерва славица. Вторую ручку вывожила вверх. И чего я все надо чувствовать? Расстяжение мышцы. Традио поверхности бедра. Ноги, в которой я повернулась. И за счет того, что я ручку себя еще стараюсь скрутить в сторону этой ножки. Я чувствую, как у меня тянутся. Межреглые мышцы. И мышцы спины, которые привыкли к возлещенной фазы. Есть такое? Вот это левый пыльный. Да, да, да. Можно кризисную мышцу не получаться. Шею только рассады. Мы можем сильнее себя стараемся скрутить. Проглубь, разгибай. Той руки, которая задом держится. Коллега, ноги прямые. Логи, ноги держи. Тяжело держать. Не надо. Отпусти плечи. Отпускаем ручку. Поворачиваем ладошки между головами. Шею расслабили. И плавно давайте вырастать. Плесенье. Делаем первый. Остальное все весит. Дальше. Разогреваем лапа. Плечи. Средний руку. Плесенье. Плесенье. Хорошо. Другая рука. Плесенье. Повару. Обратите внимание. Я не кончурую. Я сейчас слышу. Посмотрите, я сейчас слышу. Опускаемся вниз. Рукой. Я могу тоже опустить. Не надо. Не надо. Мясо. Это не хорошая. Прямо. Шея расслаблена. И все ноги вгибают. Для того, чтобы сейчас скручивать. Силой я скручиваю. Чтобы почувствовать. Еще вот эту часть. Я точно ухожу. И поделюсь. Дальше бедро. И от инструмента. Еще всегда. Опускаемся. Дальше бедро. Дальше бедро. Дальше бедро. Дальше бедро. Легкое упражнение. Не используем совсем. И снова ручки опустили. Подставили между ногами. Ладошки. Задержали стучек. Получается, как скручивается. Ваши стопы стояки шире, чем высоты. И на чистовом однако все должно быть легче касаться пола. Чем шире стопы, с этим отрезать, как проще. И плавно начинаем вырастать. Смотрим, как вы вырастаете. Скручиваешь спина. Первый низ. Начинаем вырубляясь. Затем он умоется. Раскрывается поле. И подстреливая. Вырубляясь. Шире. Хорошо. Прорез. Продолжаем. Дальше бедро. Чаще всего подойдет к усидящим. Никаким усидящим. Когда мы стоим, его теперь намного эффективнее, нежели когда мы себе пытаемся вытянуть. Мы его уже еще потянем. Но сейчас, чтобы проеду друг к другу, и посмотреть, что я делаю. Я одну ножку, когда скольжу назад. Оп. Ну, немного отставила. Какой-то даже большой шаг. Обе ноги прямые. И сейчас моя основная задача проконтролировать дозабедренность. Так, чтобы у меня боку право-лево не повернулось. И опуститься. Перед немножко вниз. Обе ноги не отбиваются. Пятки обе стоят. Тянем сейчас к передней ножке сильно. Вся задняя часть. Даже, возможно, не пощипать. Почитаем. О, даже передней. Почитаем. Больше всего задняя, скорее всего. Но если есть нажим передней, можете переднюю подтянуться. Чем такое? Передняя. Дальше. У передней ноги задняя поверхность бедра. И у задней ноги тоже задняя поверхность бедра. Можем чувствовать. Все верно. Шею расслабили. Пятки стоят. Если ладошки касаются пола, получается у кого-то коснуться? Да. Шея расслаблена. Что-то вы не остаёли дальше времени. А ну-ка, тебя не стоит. Нужно потерпеть. Растяжка не всегда боль. Запомните раз и навсегда. Если вы думаете, что вы придёте на растяжку и будете получать удовольствие от того, что вы будете в тотальной релакцию, забудьте об этом. Если мы хотели работать с прессом, то нам нужно наладить вечером. Но это не наш вариант. Мы с вами работаем на результат. Не нужно, чтобы у вас все мышцы и связки были достаточно гибкими. Никто из вас в девяностах не делает. Так, подставляем мышку теперь к себе и снова встаём красиво. Домер-домер-домер-домер-домер. Слышно? Ну-ка, через начало сливает алистрии, переводовые рассыпки, наращу. Слышно? Причём, у меня в рамках не надо. Зубка, выр 첫и седьмая, садите. Вперёд. Не надо разворачивать. Прям. Танцы, стирая и слабо на ногу. А, то есть. Что-то. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Так, немножко привыкла мы все уже в связках нагрузки. Начинаем проходить с легкой пружинкой. Что значит? К себе посильнее, расслабее. Но когда тянем к себе сильнее, расслабее, колено не сгибается. К себе. От себя. К себе. Вещи. К себе. От себя. Давай сама начинай силой. Вот. К себе. От себя. То есть мы даем небольшую амплитуду для того, чтобы чуть ближе погибло затянуть ее, да? Быстро, немножко. Чуть к себе на полосу ниточек. Расслабее. Чуть к себе. Расслабее. Чуть к себе. Расслабее. И еще 10 секунд так делаем. Так время затанчивается. Мы с вами сейчас договариваемся, чтобы вы изо всех сил натягиваете ногу на себя. Я считаю 10 секунд. А будем вот так вот нажал в ногу тягиваться. Говорились? Стоп с коленой. Так. Ну что, готовы? Давайте. Натянули на себя. Сильно, сильно. И считаем. 10 секунд. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Расслабляем. 2. И опустили. 2. Меняем. 1. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 5. 6. 10. 5. 5. Next. Вы приходите к сильной студии, где вам обещают, что пока не заметят, а вот она вообще растяжка нулевая, ага. И там трейлер начинает супер силой, ну давай, мышцы надрываются, связки надрываются, так нельзя. Немножко помочь, очень да, но сначала все равно должны быть чуть-чуть привыкнут, потому что это так. Вы его всегда давайте сначала немножко надружки, потом чуть-чуть динамик дать, и потом уже несколько секунд, стараться изо всех сил уже находитесь. Наталья же, дорогая, у вас идея, да, у вас? Есть какой? Какая-нибудь идея? Это какая-нибудь, да, у кого? Да, корректы у всех прямые. Если не будет натяжения в коленке, не будет эффективное натяжение вообще в задних бедрах. Если у вас в полиционной коленке вы будете тянуть ногу по себе, то в большей степени у нас будут тянуться те мышцы, которые больше встретятся в позабедренном, в боковой зоне. Это нам не надо, нам нужно именно нога сзади. То, что у нас в коленке, вернее, под коленку, когда вы здесь. Так, ну что, в окружении, давайте подключение в окружении, погнали. Начинаем к себе чуть-чуть делать в себя. Но, когда вы делать окружение, вы можете чуть-чуть сильнее, потом прийти, правильно? Уже к себе, вы сильнее. Начинаем подтягиваться. Немного. Уже к себе не расставлю. Немного. А то можете. Так. К себе. Вот к себе. Стоитесь облегчивать. Чуть сильнее и притягивать. Коленку, кого согнули, упрямляйте, выглюдая прямо часто. Сто раз, и колено подбулит. 5 секунд еще Так, и за всех Натянули на себя ножку И считаем 10, 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2 И расслабляем Влажно вниз Молодец А ну-ка давайте встанем на ножку Путь в ходе Нужно на них давать Сначала так Одна ножка опорная стоит Вторую я поднимаю наверх И смотрите, я не просто ее закидываю А мне нужно развернуться За бедро на суставе ее То есть коленку отвести от себя Затем ручками я себя обнимаю за ногу За верхнюю часть Часто вижу за бедро себя обнимается Нет Обнимаете себя за колено прям И к себе подкручиваете Если там очень легко дается То не чувствуется И еще развернуешь Вот это надо Да Иногда еще в ягодице Подключается на ножку Внутренняя поверхность бедра Это бывает Это нормально Особенно у тебя Она тренирует немного Внутренняя тренирует И вот она начинает Нарежишь с собой И все Обнимаю Я так же не могу Нарежишь с собой Я не знаю Внутренняя поверхность бедра Внутренняя поверхность бедра Я не знаю Внутренняя поверхность бедра Похожая Я не знаю Нет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...